всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и в этом мастер-классе я предлагаю связать для себя очень красивое украшение давайте назовем это украшение жгут толстячок правда мой жгут не будет слишком толстый я подбирала его под свои концевики то есть вот решил остановиться на вот таком то есть вот так это примерно будет выглядеть это у меня как вы сами понимаете образец который я связала для того чтобы сделать расчеты у каждого из вас обычно возникают вопросы сколько бисера набрать как понять когда остановиться и так далее так далее так вот сегодня в этом видео я вам обязательно расскажу как сделать расчет сколько бисера купить как набирать где остановиться как понять где остановиться то есть сегодня у нас в мастер-классе самый простой жгут без каких-либо узоров без схем и так далее то есть берете тот цвет бисера который вам нравится и вяжите связать жгут не составит никакого труда но надо его подобрать под тот концевик который будет у вас я оставлю ссылочки вот на такие концевики либо похоже если их нет то есть они бывают разные сейчас покажу посмотрите вот вот такие толстые вот у меня под толстячки бывают вот такие и уже в зависимости от того какие у вас концевики будут для вашего изделия да вы подбираете количество бисерин в ряду под ваш концевик изначально я выбирала между вот таким концевиком и вот таким то есть можно смотрите вот этот концы полу 10 миллиметров можно связать вот такой вот юбочку здесь и эту юбочку потом завести в концевик и получить вот такой жгут я уже решила для себя что остановлюсь на этом варианте то есть вот если вы видите с этой стороны у меня маловато и тут так болтается до жгутик в концевике сначала я жгутик вязала на 14 бисерин потом посмотрела что это мало уже остановилась когда на этом концевике добавила еще одну бисерину то есть у меня сейчас 15 бисерин в ряду вот с моей плотностью с моим бисером с размером моего бисера вы точно также можете сделать это то есть начинайте например с 14 если у вас такой же концевик будет посмотрите как он будет себя вести потом добавьте одну вот видите у меня вот здесь вот такой вот неровность такая но ее очень плохо заметно вот здесь горбик то есть вот тут я добавила одну бисеринку и у меня стало в ряду больше бисерин и вот теперь теперь это все смотрится очень хорошо то есть жгутик у меня уходит в мой концевик все то есть мы по нашему образцу вычислили сколько бисерин в ряду нам нужно вязать как посчитать сколько бисерин в ряду у вас да вот я обычно вот так вот при плющиваю жгутик вот они наши бисеринки их уже легко можно просчитать вот нижний ряд вот он верхний ряд вот и когда вижу я всегда контролирую себя точно также вот так вот при плющиваю смотрю вдруг в работу затесалась какая-то лишняя бисеринка это можно не заметить либо наоборот где-то что-то пропустили вот всегда контролирую себя вот таким вот образом и так девочки давайте разберемся с материалами и инструментами которые нам понадобятся для работы во первых девчонки силиконовый коврик это просто идеал для работы с бисером то есть бисер никуда у вас не денется ничего по нему не катается вам будет работать удобно второе это крючок у меня 0 8 миллиметра для таких жгутов вот для таких ниток берите 0 8 1 максимум наверно хотя в принципе имейте в арсенале несколько крючков и пробуйте в зависимости от вашей плотности как у вас получается вяжите вот такие вот образцы и смотрите не выступают ли нитки между бисеринами то есть если нитки торчат значит что-то не так где-то у вас либо нитки толстые либо сам крючок толстый либо у вас плотность вязания расхлябанная то есть вот смотрите и это все в купе у вас должно выдавать вот такой вот итог когда бисеринки однако дно никаких не так не видно если говорить о нитках которые я люблю больше всего это вот yarnart канарис только такие нитки только такими нитками я вижу жгут и все остальные нитки оказываются чуть толще чуть тоньше и не получается то что в идеале должно получаться вот с этими нитками у меня всегда все хорошо запомните yarnart канарис здесь стопроцентный хлопок мерсеризованный 20 грамм 203 метра вот такие вот нитки я на них оставлю ссылочку ради бога покупайте и вяжите свои изделия так девочки бисер я взяла вот такой вот это достаточно дорогой бисер духа круглый 10 грамм в каждой упаковке его номер пф 558 стойкая вот это вот покрытие то есть он должен будет ходить носиться хорошо не должен будет стираться как вы видите взяла я 5 упаковок вот с одной уже тут начала работать образцы вязать сколько у меня уйдет на это изделие я скажу вам в конце видео то есть сколько вешать в граммах все мы с вами посчитаем я вам дам расчет на это изделие как считать как правильно потом набрать сколько набрать или сколько купить все я вам расскажу то есть смотрите это видео до конца и еще один инструмент про который нам нужно с вами поговорить это конечно же игла иглы бывают вот такие длинные то есть в принципе набирать ими достаточно удобно она сама по себе более менее крепко но у нее вот такой малюсенькая малюсенькая ушка бывает сложно попадать в такую иглу достаточно толстой нитью поэтому либо иметь надо нити направитель либо остановиться вот на такой иголке смотрите это мои любимые иголки многие правда говорят что они их не любят они мне зашли суть в чем у этой иглы у нее вот отсюда до сюда это все ушко то есть она двойная вот посмотрите я развела вот эти вот ее стороны и вот сюда согласитесь очень просто и легко теперь могу попасть нитью причем мне не надо ее далеко заводить эту ниточку то есть когда мы с вами плетем вот такой вот обыкновенной иголкой либо набираем да нам нужно следить за хвостиком потому что вот в эту дырочку он свободно может выскочить надо хвостик оставлять длинные и так далее здесь же этого не требуется я могу оставить хоть пол сантиметра этот хвостик вот так вот подвожу краю и смотрите у меня никуда он не денется вот это прелесть этой иглы так что обратите внимание на такую иголочку она мягкая и немножко сложновато будет набирать бисер но тем не менее я справляюсь я привыкла к этим иголкам мне они нравятся что происходит потом с ними вот вот так вот они себя ведут но я их использую до последнего очень люблю эти иглы и обычно закупаю их по нескольку штук чтобы у меня всегда они были в арсенале вот так что советую обратите внимание на такие иголочки они бывают вот такие короткие бывают подлиннее то есть тоже можете выбрать то что вам более удобно будет теперь давайте разберемся как же набирать бисер то есть мы насыпаем кучку бисера на свое рабочее место можно побольше кстати наверно побольше будет удобнее и я вам сейчас скажу такой маленький лайфхак что ли да смотрите что я делаю раз у меня вот такой концевик в который пойдет несколько рядов бисера то есть я туда завожу я уже примеряла у меня там уходит примерно три ряда смотрите 15 бисерин у меня в ряду три ряда уйдет то есть 45 первых бисерин я набираю бисером подешевле то есть чтобы в целях экономии вот этого серебряного бисера эти 45 бисерин мне нужно сосчитать когда когда я буду делать набор так 4 и так далее вот все остальные можно не считать то есть мы набирать будем по метражу что за метраж и как его где взять это все я вам расскажу в конце видео когда мы будем делать с вами расчет еще могу показать вам хитрости набора да можно набирать из какой-то емкости вот например если у вас бисера много да можно вот какую-то такую чашку причем вот квадратная чашечка очень удобно для набора то есть вот тут весь бисер он в уголок всыпается посмотрите как как хорошо нанизывается на нить такую чашечку где-то я брала какой-то десерт в икея как жалко что сейчас нету ресторана икея у нас а так бы я вас отправила туда за такими чашечками все делаю набор 45 бисерин сейчас пересчитаю и мы с вами продолжим вот таким образом нам с вами нужно набрать в начале набора вот эти вот ну у меня 45 бисерин у вас столько сколько нужно вам далее мы продолжаем набор тем бисером которым у нас задуман жгут и в конце набора точно также делаем вот этот вот прозрачный бисер для того чтобы он у нас ушел в концевик и нам его не видно было вот то есть таким образом можно немного сэкономить бисер сделали набор то количество метров которые мы с вами потом посчитаем у вас должен быть набор то есть метры сантиметры которые у нас получится мы считать будем именно вот этим бисером потому что расчет я делаю отдельно убираю концевик и здесь вот от этого места до вот этого места то есть по кругу у нас жгут будет вот этот расчет мы с вами сделаем то есть вот этот бисер который уйдет в концевик он не идет у нас в расчет я сейчас покажу начало вязания как это все делается как сделать вот таких несколько рядочков для того чтобы здесь ровненько вот эти вот бисеринки сразу же встали можно пару-тройку рядов провязать вот просто без бисера вот такой вот жгутик из нитки вот тогда у вас все станет ровненько если вы начнете в первом же ряду сюда включать бисер то возможно здесь будет все какое-то такое расхлябанное некрасивая ну хотя если у вас это все в концевик пойдет тогда ладно если не получается первые ряды сделать красиво и ровно вот вам спасение даже если он вам будет мешаться потом когда вы будете его заводить в концевик вы просто его вот так вот загнете туда внутрь до так но мне сейчас быстренько почему-то не получается вот туда убирайте его и уже вклеиваете в концевик все мы с вами там дальше посмотрим все начинаем вязать то есть мы как обыкновенным крючком у нас тут вязание начинается я первую петлю набрала и дальше считаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 очень неудобно через камеру это делать 13 14 15 и это все соединяем вот эту цепочку в круг то есть вот в эту первую набранную петлю продеваю крючок не здесь соединяем все вот таким образом я надеюсь что вам все видно потому что не следить за вами за камерой за крючком и за ниткой все начинаем вязать первый ряд нашли первую петлю и косички до провязали столбик без накида кто не умеет показываю медленно ввели крючок в петлю в следующую захватили ниточку вытащили две петли на крючке и теперь эти две петли провязали это столбик без накида таким образом мы вяжем первый ряд считаем сейчас у меня уже третий столбик 4 5 6 7 и так далее до связываем этот ряд до конца так смотрите показываю вблизи то есть я стараюсь тут вот этот жгутика этот разворачивать это у меня уже второй ряд пошел хватаюсь здесь за две дольки косички предыдущего ряда столбика предыдущего ряда провязываю также дальше столбик с над без накида так вот видите все вот нашла следующая вот то есть косичка с которой мы только что сделали столбик вот следующие вот две я надеюсь что все видно так следующее и так далее то есть вот так вот провяжите пару-тройку рядов хотя бы чтобы у вас было более ровное начало все я думаю что больше я вязать не буду вы можете вязать больше вот у меня уже подошли бисеринки смотрите что мы делаем когда у нас много бисера на нитке в принципе можно набирать то количество бисерин которые у вас предназначена для работы в два в три этапа но тогда вам надо будет делать какие-то узлы куда-то их прятать я это очень не люблю я всегда ну вот допустим те пять метров которые мне нужны я наберу сразу и просто потом передвигаю то есть я отматываю нить как будто бы это у меня пять метров до начиная с крайних отодвигаю туда по нити ну примерно так на метр на два и все бисерины постепенно отодвигаю от работы то есть здесь у меня какое-то количество остается которая сейчас идет в работу вот они у меня первые бисеринки я их подвела сюда и начинаю вязать уже с бисером то есть смотрите вот не буду специально говорить какой-то метод если кто знает можете написать в комментариях это видео для новичков поэтому я думаю что не надо голову забивать этим названиями смотрите я завожу крючок точно так же как мы только что вязали столбики без накида вот он у меня крючок там вот они бисеринки у меня можно их подать что двинуть чтобы они вам не мешались подхватываю одну бисеринку пододвигаю к работе вот она тут около работы стоит захватываю ниточку то есть точно тот же самый столбик без накида только мы пододвинули бисеринку все провязали столбик вот она у нас встала прозрачно ничего не видно понимаю ну что делать дальше следующий вот этот вот жгутик я всегда ну в начале кропотливо потом вот прям как по маслу пойдет поверьте моему слову снова в следующую петельку подхватываю две дольки косички до пододвинула бисеринку подхватила ниточку провязала столбик вот смотрите их уже две там дальше ищем следующую следующие две дольки косички так неудобно что делать вот ведь я всегда вот этот вот жгутик вот так вот прижимаю тогда вот здесь вот эти косички они виднее все в следующую завела крючок тут бисеринка сама уже пододвинулась главное не проворонить чтобы тут вдруг две бисеринки прилетели сюда убрать одну либо мало ли там пододвинули да она отскочила обратно вы провязали столбик без бисерины вот за этим следить надо ну и конечно же в ряду когда у вас уже провязан ряд посматривайте пересчитывайте бисеринки чтобы у вас вдруг не добавилось лишних либо наоборот не убавилась бисерин в ряду чтобы всегда было одно и то же количество все таким образом все 15 бисерин первого ряда я сейчас провязываю перехожу на второй ряд то есть мы вяжем по спиральки нигде никаких петель подъема ничего вообще не заморачиваемся вот видим дольку косички вернее две дольки косички следующий следующего столбика до предыдущего провязываем все вот так вот сколько у меня уже тут давайте посчитаем 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 еще осталось 6 все пошла и довязывать в общем я думаю что вам понятно сам принцип смотрите девочки вот у меня все три ряда провязаны прозрачным бисером который будет не видно вот они у меня как раз поместились в моем концевике все примерили пошли вязать дальше дальше у нас по расчетам идет бисер того цвета которым мы вяжем с вами жгут все продолжаем вязать то есть у нас в технике вязания ничего не меняется снова мы ищем следующую петлю провязываем уже серебристым бисером следующая петля вот видите все начинает уже новый ряд складываться серебристый сейчас хотя бы считать удобнее будет вот смотрите в общем сейчас пока все кривенько косенько как только вы достигнете и ну примерно хотя бы вот такого размера у вас все пойдет как по маслу все больше не буду я томить вас на камеру вяжем ту длину жгута которая вам необходимо и теперь давайте перейдем к расчетам которые нам необходимо сделать перед началом вязания и так девочки вот у меня сделаны расчеты для моего жгута можете себе их переписать можете потом по моим вот этим вот данным считать своим в общем бисерный жгут я вижу образец у меня на 15 бисерин всего получилось в образце 22 ряда то есть я их пересчитала от начала до конца образца и измерила этот образец вот этот образец у меня 4 сантиметра делю 22 ряда на 4 сантиметра у меня получается что в одном сантиметре пять с половиной рядов измеряем сам концевик то есть он у меня 12 миллиметров в диаметре и длина вот этого концевика два сантиметра то есть вот это же у нас займет размер нашего жгута да вот у нас два сантиметра это мы с вами учитывая дальше длину жгута я хочу получить 45 сантиметров вычитаем из 45 сантиметров два сантиметра концевика получается 43 тут все понятно умножаю эти 43 сантиметра на пять с половиной рядов на нашу плотность вязания до получается 236 рядов 236 рядов умножаем на 15 бисерин в ряду получается 3540 бисерин хотите посчитать ладно не бойтесь не заставлю я вас считать теперь смотрите что мы делаем мы берем какое-то количество бисера нанизываем на нить да допустим в 20 сантиметрах пересчитываем бисерин то есть вот приложили к сантиметру к ленте к сантиметровой 20 сантиметров вот так вот взяли и вот эти бисеринки пересчитали у меня получилось 125 бисерин бисер разный это японский бисер есть бисер чешский поэтому считайте обязательно даже у чешского бисера разные и размеры и вот эти формы бисера поэтому вас будут получаться разные расчеты скорее всего в общем вот эти 3540 бисерин я делю на 125 и умножаю на 20 и у меня получается 566 сантиметров то есть это 5 метров 66 сантиметров а я вам уже сказала раз мы не учитывали размер концевика значит нам не надо учитывать те бисерины которые у нас уйдут в концевик то есть прозрачный бисер я вам сказала как посчитать отдельно до допустим три ряда но вы там у себя посмотрите какие у вас концевики и сколько рядов туда уйдет то есть свяжите образец все измерите и посмотрите сколько вам необходимо дополнительно вот этих вот крайних бисер бисерин набрать а все остальное мы нанизываем на нить и прикладываем к сантиметровой ленте набираем столько метров сколько вы сделали тут по расчету то есть я сейчас набираю 5 метров 66 сантиметров все вот это я распущу конечно же уже вот точну свой жгутик вязать не через камеру потому что это очень неудобно все что необходимо я вам показала потом встретимся когда мой жгутик будет либо расти либо уже готов может быть что-то мне захочется вам сказать еще кстати про нитки в принципе белые нитки подойдут но вот когда я приложила вот эти нитки к своему бисеру я поняла что конечно же стоит выбрать вот такие поэтому они так заказывайте больше заказывайте разные оттенки смотрите какие оттенки вы любите чтобы у вас ниточка была максимально незаметной в вашем жгуте все я пошла нанизывать свои пять метров шестьдесят шесть сантиметров я обожаю вязать жгуты пошла получать удовольствие девочки смотрите набрала первую пачку взяла сантиметр и измерила низку которая у меня получилось с одной пачки с 10 грамм можете записать себе на будущее мало ли вдруг пригодится у меня вышло сто семьдесят шесть сантиметров и так девчонки смотрите я провязала все серебряные бисеринки то есть у меня на нитке осталось вот видите на три ряда прозрачного бисера до чтобы закончить и сейчас хочу вам сделать примерку на ваших глазах вот смотрите прикладываю к сантиметру вот здесь одну часть сантиметр расправляем и посмотрите ровно сорок три сантиметра вот она грань то что мы насчитали то мы и получили то есть вот они сорок три сантиметра плюс два сантиметра у меня сюда встанет сейчас концевик и будет 45 сантиметров мой жгутик в общем объеме теперь я продолжаю провязывать вот эти вот прозрачные бисеринки мне осталось провязать буквально три рядочка и хочу вам дать такое маленькое напутствие что ли девчонки когда вы будете начинать вязать свой первый жгут вам в первых рядах будет скорее всего очень сложно даже не скорее всего а а точно будет сложно вас будут появляться лишние бисеринки при то у вас возможно будет вдруг в очередном ряду на одну бисеринку или на 2 даже меньше поэтому пересчитывайте все бисеринки обязательно вот прям провязали один ряд пересчитали как пересчитывать я в принципе вам уже показывала вот сейчас опять на на блестящем на прозрачном совсем ничего не видно так сейчас вот я сниму раз два три 4 5 6 7 8 и с этой стороны 1 2 3 4 5 6 7 все вот у вас будет возможно свое количество бисерин или также те же 15 вы возьмете вот так вот сложили я уже привыкла за время вязания знаю что здесь у меня 77 здесь 8 между ними да я уже прям сразу вижу все у меня бисерины на месте или какая-то лишняя затесалась либо наоборот меньше вот буквально уже не вооруженным взглядом поэтому после каждого ряда вот так вот сложили пересчитали появилось лишнее распустили этот ряд перевязали снова снова пересчитали все хорошо вяжите дальше следующий ряд точно также после того как вы его провяжите снова пересчитали ход не хватило распустили перевязываем как только вот такое расстояние провяжите у вас уже появится сноровка и все дальше будет намного удачнее и быстрее получаться так что девчонки не бросаем на самых первых рядах стараемся вяжем считаем и все у вас получится обязательно и так прозрачный бисер вот эта юбочка у меня провязана дальше я без бисера немного провязала чуть меньше сделала чем в начале потому что вот посмотрела это мне придется видимо подгибать и здесь совсем чуть-чуть вот это юбочки мне необходимо было для того чтобы бисер у меня серебристый не уходил в конце все обрезаю нитку и завязываю узелок жгут готов теперь нам надо его укрепить что значит укрепить вот смотрите если вот особенно в браслетах так где-то вот перегиб какой-то жгута видите он какой становится нам это не надо это некрасиво это не интересно поэтому жгут вставляют вот такой вот сетка жгут называется бывает насколько я знаю двух размеров вот это по моему 8 миллиметров это 16 есть разные цвета на где-то еще синий есть в общем все это не столь важно он все равно будет у нас здесь внутри вот этот размер 16 миллиметров для более толстых жгутов для толстячков так сказать а 8 миллиметров нам думаю подойдет сюда самое то то есть вот эта сетка видите она упругая держит форму и если я сейчас заведу эту сетку туда внутрь жгута то она у меня будет держать жгут вот все время в таком расправленном состоянии и если жгут где-то будет перегибаться то она будет возвращать его обратно как нам с вами завести туда сетку у меня есть вот такая приспособа вот видите то есть это проволока длинненько с крючком так то эта деталь от визуальной машины для 2 фантуры когда гребенку навешиваем в общем не заморачивайтесь если у вас нет визуальной машины если есть то у вас такая деталь тоже есть вообще просто берите проволоку нужной длины чтоб она у вас было больше чем жгут и работайте с проволокой все я вставляю в наш кутику вот это вот приспособление с крючком здесь захватываю жгут сетку и увожу внутрь жгута вытаскиваю за обратную сторону все у нас с вами получилось посмотрите он стал такой более толстый более упругий если его прихлопываю он возвращается обратно ну то есть вот для этого нужна нам эта сетка сейчас я обрезаю сетку она нам больше не нужно тоже больше не нужны теперь потеребите жгутик до чтобы там сетка встала на свои места почувствуйте что вот они так скажем друг с дружкой срослись и перемерьте жгут на всякий случай потому что можно его так скажем на сетку натянуть так как вязание в любом случае это у нас так скажем трикотаж и он тянется да вот все я измерила мои сорок три сантиметра на месте вот теперь можно сетку подрезать так скажем под 0 сейчас примеряем концевички надо ли нам что-то где-то загибать скорее всего надо наверное чуть-чуть надо вот здесь подогнуть и говорила да что у меня слегка слегка вот здесь вот край лишь не получился нужно обрезать чтобы нам тут не портила картину не загибаю лишние снова примеряю концевик получаю вот такую красоту посмотрите какая прелесть 2 бисеринки видны еще можно постараться подогнуть побольше смотрите я одну сторону уже приклеила сейчас будем приклеивать вторую сторону берем концевик промазываем клеем клей берите прозрачный под можно вот такой момент кристалл есть еще специальные клеи ювелирные они считаются b6000 b7000 можно приклеить на эпоксидку но имейте ввиду если вы захотите что-то распустить то вам придется просто отрезать по концевику и концевик выкидывать скорее всего потому что это получится намертво при использовании таких мягких клеев у вас будет возможность что-то распустить и переделать если вдруг это будет необходимо концевик садим на свое место смотрите чтобы у вас тут ничего лишнего не торчало и конечно чтобы не вылез отсюда клей то есть вот таким образом сейчас даем просохнуть нашему изделию ну что ж вот такой жгутик у меня получился длина его 45 сантиметров как я и загадывала задумывала рассчитывала вот девочки не бойтесь вяжите себе вот такие вот украшения это очень привлекает взгляды они оригинальные ни у кого такого не будет это точно кому понравился мой жгутик пишите об этом в комментариях обязательно если вдруг возникли вопросы вам туда же но у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока